Беседа 28, Римлянам 15, 8. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам. Апостол, держась прежнего предмета речи, опять беседует о попечении Христа и показывает, сколько Он сделал для нас и как Он не себе угодил. А вместе с этим доказывает также, что верующие из язычников – наибольшие должники Богу. Если же они наиболее должонны, то их обязанность носить немощных из иудеев. Так как апостол нанес последним сильный удар, то чтобы от того не возгордились первые, он опять смиряет их высокомерие, доказывать, что иудеям благо дарованы по обетованию Отцам их, а призванным из язычников по одному милосердии и человеколюбии. Почему он и говорит «а язычникам по милости, чтобы прославляли Бога». Но чтобы сказанное было для тебя яснее, снова выслушай слова апостола. И тогда поймешь, что значит выражение «Христос ради истины Божьей сделал сослужителем обрезания, чтобы исполнить обещанное Отцам». Итак, что же здесь разумеется? Обетование, данное Аврааму, заключалось в следующих словах «Тебе дам землю и семени твоему, и о семени твоем благословятся все народы». Но после того все, происшедшие от семени Авраама, сделали достойными наказания, так как нарушение закона навлекало на них гнев и, наконец, лишило обетования данного Отца. Поэтому Сын, пришедший на землю, содействовал Отцу оправдать эти обетования и привезть их в исполнение. Когда Он исполнил весь закон, а в нем и обрезание, и когда и этим исполнением закона, а также посредством Креста, освободил людей от проклятия за преступление закона, то не допустил обетования до падения. Итак, когда апостол называет Иисуса Христа служителем обрезания, то разумеет, что Он своим пришествием, исполнением всего закона, принятием обрезания и тем, что сделался семенем Авраамовым, снял клятву и избавил людей от гнева Божия. И, наконец, тех, которые готовы были принять обетования, сделал способными к этому и однажды навсегда освободил их от преткновения. А чтобы обвиняемые не сказали, как же сам Христос был обрезан и соблюдал весь закон. Апостол выводит отсюда противоположные заключения. Христос исполнил это, говорит Он, не для того, чтобы закон оставался в силе, но чтобы отменить его, избавить тебя от лежащей на тебе клятвы и совершенно освободить от владычества закона. Так как ты приступил закон, то Христос исполнил его не для того, чтобы и ты исполнял, но чтобы утвердить за тобою обетование, данное Отцам, которое погубил у тебя закон, показав, что ты нарушил его и недостоин наследия. Таким образом, и ты спасен по благодати, потому что прежде был отвержен. Итак, не возражай, не упорствуй, придерживаясь безвременно закона, который лишил бы тебя и обетования, если бы Христос не пострадал за тебя так много. Пострадал же Он столько не потому, чтобы ты был достоин спасения, но чтобы показать верность Божию. Потом, чтобы призванный из язычников этим не возгордился, апостол продолжает. А для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему. Это значит, иудеи, хотя и недостойны были, однако же имели обетование, а ты этого не имеешь. Но спасен по одному человеколюбию. Правда, и иудеям, если бы не пришел Христос обетование, не дали бы никакого преимущества. Но апостол для того упоминает об обетованиях, чтобы язычники смирились и не восставали на немощных. О язычниках он и говорит, что они спаслись только по милости, а потому и обязаны особенно славить Бога. А слава Богу воздается тогда, когда мы живем в союзе и единении, когда единодушно благословляем Бога, переносим того, кто немощнее нас, и не презираем от торгающегося члена. После этого апостол приводит свидетельства, из которых видно, что верующие из иудеев должны быть в единении с призванными из язычников. И говорит, еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом его, и еще хвалите Господа все язычники и прославляйте его все народы». Исайя также говорит, «Будет корень ииссеев и восстанет владеть народами, на него язычники будут надеяться». Все это приводит апостол в доказательство того, что должно всем соединиться и славить Бога. А вместе с тем и смиряет иудея, чтобы он не превозносился перед язычником, потому что все пророки призывают и язычников, чтобы внушить скромность и язычнику, показывая, что он больше воспользовался благодатью. 821. «Боже надежды, да восполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». То есть, чтобы вам освободиться от взаимного огорчения и не пасть когда-нибудь под влиянием искушений. А это случится тогда, когда вы будете избыточествовать в уповании. Упование же есть причина всех благ. Она подается от Святого Духа, но не просто от Духа, а если привнесем нечто и со своей стороны. Потому апостол сказал, в вере вы можете исполниться радости в том случае, если будете веровать, если будете надеяться. Но он не сказал, если будете надеяться, а когда будете избыточествовать надеждою, так чтобы не только найти для себя утешение в бедствиях, но и радоваться от богатства веры и надежды. Этим вы и Духа Святого привлечете, и когда Он придет, сохраните все блага. Как жизнь наша поддерживается пищею, а пища создает жизнь, так если имеем добрые дела, будем иметь и Духа. А если имеем Духа, будем иметь и добрые дела. Равно и наоборот, если не имеем добрых дел, Дух улетает от нас. А если лишимся Духа, то будем хромы и на добрые дела. Как скоро отступит от нас Дух Святой, приходит к нам Дух нечистый, как это и случилось с Саулом. И что из того, если он не мучит нас, как Саула? Он давит нас иначе худыми делами. Потому нам нужны гусли Давида, чтобы для души воспевать божественные песни. То есть и песни Давидов, и песни добрых дел. А если будем делать только одно из двух, и слушая песнопение, будем противоборствовать псалмопевцу своими делами, как некогда Саул, то самое врачерство обратится нам в осуждение, и безумие сделается более опасным. Прежде чем мы стали слушать, злой демон боится, чтобы мы, послушавши песнопение, не исправились. А когда выслушав, остаемся все теми же, это освобождает его от страха. Потому воспоем песнь дел, чтобы изгнать из себя грех, который литее демона. Ведь демон не всецело лишает нас неба, но иногда человеку бдительному даже содействует, а грех решительно отлучает от небесного царства. Грех есть добровольный демон, самовольное безумие, а потому никто о нем не жалеет, никто его не извиняет. Итак, для души, лежащего в грехе, будем воспевать песни, заимствуя их как из остального писания, так и у блаженного Давида. Пусть поют уста, пусть поучается ум. И одно песнопение уже немаловажно. Если мы обучим песнопение язык, то когда язык будет петь, душа устудится желать противного. И не одно это благо мы приобретаем, но и то, что узнаем многое для нас полезное. В салмах говорится тебе и о настоящем, и о будущем, и о видимом, и о невидимой твари. Если хочешь знать о небе, всегда ли оно пребудет таким, как теперь, или изменится, Давид ясно тебе ответит, говоря небеса, как риза обвешает, и как одежду совьешь, и изменятся они. А если хочешь слышать о виде небес, слушай, опять, простирает небо, как шатер. Или угодно тебе знать больше о поверхности небес, он же опять и скажет тебе, покрывает водами превыстреннее небес. Салом 103.3. И на этом он не останавливается, но описывает тебе широту и высоту небес, и показывает, что они равномерны. Как отстоят восток от запад, говорит, так удалил от нас беззаконие наше. По высоте небесной от земли утвердил Господь милость свою на боящихся его. Любопытствуешь ли ты об основаниях земли, и это не будет сокрыто от тебя. Но послушай, как Давид воспевает и говорит, на морях основал ее. Желаешь ли знать, от чего бывает землетрясение? Он освободит тебя от всякого недоумения, говоря так, презирает на землю и заставляет ее трястись. Спросишь ли о пользе ночи? И об этом узнаешь, услышавши от него, что в ней ходят все звери дубравные. Спросишь, к чему полезны горы? Он отвечает, горы высокие оленям. Для чего камни? Скажет тебе, камень прибежище зайцам. Для чего бесплодные дерева? Знаю, там птицы гнездятся. Для чего источники в пустынях? На них птицы небесные пролетают, и звери полевые. Для чего вино? Не для утоления только жажды, но на это достаточно и воды. Но для того, чтобы веселить и утешать тебя, вино веселит сердце человека. Понявши это, будешь знать, в какой мере должно употреблять вино. Чем питаются птицы и полевые звери? Слушай, что говорит Давид. Все к тебе чают. Даешь им пищу во время благое? Или спросишь, для чего рабочий скот? Он отвечает, что и это для тебя. Произвращает траву скотам, говорит, и злак на пользу человеку. Какая польза тебе от луны? Слушай, что говорит Давид. Сотворил луну для указания времен. И что Бог сотворил все существующее, видимое и невидимое? И этому Он ясно научил, говоря, Он сказал и стало, Он повелел и создалось. И что будет освобождение от смерти? Он же научает тебя этому, говоря, Бог избавит душу моей от руки адовой, когда примет меня. Откуда произошло наше тело? И об этом говорит. Вспомни, что персть мы, куда пойдет оно опять, и в персть свою возвращается. Для чего сотворено все? Для тебя. Слава и честь, и венчал его, и поставил его над делами рук твоих. Есть ли у людей что-нибудь общее с ангелами? И на это отвечает, воспевая так, умолил его немного, чем предангелами. О любви Божией говорит, как отец ущедрит сынов, так ущедряет Господь боящихся его. И о том, что ожидает нас после жизни, о безмятежной той участи он учит. Обратись, душа моя, в покой твой. Для чего так обширно небо? И на это скажет. Небеса проповедуют славу Божию. Для чего бывает ночь и день? Не для того только, чтобы светить и давать покой, но и назидать. Не суть речи и не суть словеса их же неслышасти гласи их. Как море облегает землю, бездна, как риза одеяния ее. Так стоит в еврейском тексте 823. А начавши с того, что доселе было сказано, вы узнаете о всем прочем. И о Христе, и о воскресении, о будущей жизни, и о упокоении, и о мучении, о нравоучении, и о всех догматах и таким образом найдете, что книга Давида исполнена бесчисленных благ. Если ты впадешь в искушение, то подчерпнешь в ней большое для себя утешение. Если впадешь в грехи, то найдешь в ней множество врачеваний. Если впадешь в нищету или в скорбь, то увидишь в ней для себя многие пристани. Если ты справедлив, то найдешь в ней твердую опору. Если ты грешен, то в ней же подчерпнешь великое утешение. А если ты праведен и терпишь бедствие, то послушай, что говорит Давид. Ради тебя умершляет нас каждый день, считает завес обреченных на заклание. И вот пришло все на нас, но мы не забыли тебя. Если добрые дела твои побуждают тебя к надменности, выслушай сказанное псалмопевцам, не входи в суд с рабом твоим, ибо не оправдается пред тобой всяк живущий. И немедленно смиришься. Если ты грешник и отчаиваешься в самом себе, повторяя часто воспеваемое им, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как во дни ропота, и вскоре восстанешь. Если ты носишь на голове свой венец и много о себе думаешь, научись от него, что не спасется царь множеством силы, и исполин не спасется множеством крепости своей, и тогда сделаешься скромнее, если ты богат и славен, слушая опять воспеваемое им, горе вам, надеющимся на силы свои и на множество богатства своего. Человек, как трава, и дни его, как свет на траве, так он отсветает, и не сойдет с ним слава его, и не станешь ничего земного считать великим. Если так малоценно то, что всего блистательнее слава и могущество, то что же другое на земле может быть достойно твоего внимания? Но ты пребываешь в унынии. Выслушай, что говорит Давыд. Для чего эти скорби, душа моя, и для чего смущаешься, уповай на Бога, ибо Он спасет тебя. Но ты видишь благоденствующих неподостоинцев, скажи, не ревнуй лукавнующим, потому что они как трава скоро засохнут, и как зелень скоро увянут. Ты видишь, что и праведные, и грешные наказываются. Узнай, что ни одна и та же причина этого, ибо много ран грешным, в Салом 31, 10, говорит Давид. Говоря же о праведных, но он не упомянул о ранах, но много скорбей праведным, но от всех их избавит Господь. И еще смерть грешников люта, и честна пред Господом смерть преподобных его, повторяя это постоянно, и получая отсюда наставление, так как каждое из этих слов заключает в себе неизмеримое море мыслей. Мы только слегка коснулись этого, а если захотите со вниманием исследовать сказанное, увидите великое богатство, но и сказанного уже достаточно для нас, чтобы освободиться от обдержащих нас страстей. Если Давид запрещает тебе завидовать, скорбеть и унывать безвременно, учит презирать богатство, бедствие, нищету и самую жизнь вменять ни во что, то этим избавляет тебя от всех страстей. Возблагодарим же за это Бога и воспользуемся сокровищем так, чтобы через терпение и утешение, подчерпываемое в Писании, сохранить нам надежду и насладиться будущими благами, достигнуть которых да будет дано всем нам благодатью и человеколюбием.